привет друзья и сегодня у нас уже какой там по счету ну-ка ну-ка подскажи а 35 выпуск про карты самые странные прикольные необычные познавательные интересные карты мира так вот я в этом выпуске смотрю разные карты которые вы мне присылаете вот сюда в группу вконтакте и делюсь ими с вами соответственно стараюсь как можно интереснее и чтобы для вас было прикольнее комментировать эти самые карты ну давайте не будем уже затягивать начнем наш очередной выпуск с интересными картами блин откуда вы вообще находите такие классные прикольные карты вы молодцы на самом деле те кто присылает карты давайте уже начинать вместе с вами смотреть карты мира странные и самые прикольные погнали друзья когда на улице дождь сырость снег лучшее место где можно расслабиться и поправить свое здоровье это баня польза для организма просто невероятная поэтому я вам рекомендую не строить самому баню из плохих и некачественных материалов лучше приобрести уже готовую красивую мобильную баньку которую вам заберут всего за один день и уже вы сможете сразу же париться а помогут вам в этом ребята с компании айда бочка они имеют большой опыт строительстве бань любых размеров из ели кедра я себе уже прикупил такую баньку рекомендую и вам узнать все подробности вы можете перейдя по ссылочке в описании первую карту нам сегодня прислал тимофей эта карта 20 необычных столиц имеется ввиду столица какого-то продукта или вещи или предмета и так далее как мы видим здесь гусь хрусталь это хрустальная столица балабанова спичечная астрахани рыбная например тула самоварная суздаль огуречная калининград янтарная покров шоколадная вологда маслина а кострома ювелирная ну и самая вкусная на мой взгляд петропавловск камчатская икорная столица так сказать россии икорная столица кстати хорошо подходит в блинной столице вот такие вот вкусняхи давайте посмотрим следующую карту следующие сразу несколько карт нам прислал георгий это карты стоимости интернета практически во всех странах мира чтобы видео не затягивать я вам покажу и скажу всего лишь про некоторые страны остальное же вы можете нажать на паузу и рассмотреть эти карты посмотреть что и где и почем первая карта у нас азии в россии стоимость интернета около 10 долларов я плачу например за интернет около 800 рублей за 100 мегабайт трафика казахстан 13 половиной долларов узбекистан 24 туркменистан 32 доллара а кыргызстан вообще по моему 112 долларов что-то вообще очень много больше всего на карте азии платят лаос 231 доллар за интернет хотя подождите ка тут есть страна который еще больше платит это брюней 269 долларов наименьшая же цена за интернет в иране 5 с половиной долларов следующая карта северной америке здесь самый дорогой интернет в бермудах 126 долларов а самый дешевый в мексике 26 долларов за интернет люди платят южной америке тоже расценки достаточно сильно разнятся например самая низкая стоимость за интернет и самая высокая стоимость за интернет фактически соседствует вместе это доминикана и гаити в гаити люди платят 224 доллары за интернет а в доминикане 33 всего до бедные люди наверное из гаити пешком переходят доминикану и там ловят вай фай сидят в инете а чё так можно было шарик в африке же вообще есть страна в которой интернет просто таки какой-то золотой это буркино фасо здесь 923 доллара стоит интернет да и в намибии почти 500 долларов это больше 30 тысяч рублей представляете самый дешевый же интернет в египте 12 баксов кстати серым обозначено страны которых вообще нет интернета ну и стоимость в австралии в океане попуа новая гвинея 590 долларов за интернет люди платят самый же дешевый интернет нет не в австралии а на фиджи 57 баксов здесь стоит интернет вот так вот сильно разнятся стоимость интернета а вы бы платили больше 30 40 тысяч в месяц за интернет напишите комментарии да просто сумасшедшие какие-то цифры правда следующую такую магическую карту нам прислал кирилл это школы магии хогвартс во вселенной гарри поттер на этой карте мы можем увидеть все школы магические такие вот во вселенной гарри поттера на карте мира но если бы эти школы можно было действительно попасть как мы видим здесь семь школ в северной америке в южной в африке потом где-то в районе японии в россии видимо тоже есть школа в европе и в британии да это конечно все вымышлено ну кто его знает а вдруг действительно есть какая-нибудь такая магическая школа все может быть следующую карту нам прислал саня эта карта сша на который можно увидеть на какие предметы похожи каждый штатов самый пугающий штат это висконсин здесь череп такой жуткий а вашингтон и орегон веселый в одном кит такой забавный а в другом паровоз а техас вообще выглядит как собака который сидит на какой-то чашки что ли ну и аляска какой-то медведь с бластером не знаю кто это весь его в курсе напишите комментарий я такого медведь не знаю винни-пух что ли межгалактически следующую карту нам прислал то ли в общем это такая карта представления мира американцами после второй мировой войны как мы видим американцы под себя бы подмяли всю северную америку гренландию очень много всяких островов также сделали бы объединенные штаты южной америки африка бы вся стала объединенной африканской республикой британцам отдали бы австралию часть океании новую зеландию мадагаскар союз советских социалистических республик собственно ссср тоже бы увеличил свои территории весьма значительно вот так вот видели мир американцы следующую карту на прислал владислав как видит европу украинец на всякий случай эту карту составлял не я я всего лишь обозреваю карты которые присылаете мне вы в общем россия тут злой брат беларусь я вообще промолчу финны nokia 1100 шведы оба турки гранд базар итальянцы у них ассоциируется со спагеттями швейцария с деньгами ну да принципе швейцария деньги это почти одно и то же британцы предки американцев французы сыр парфюм а германия федеративная республика volkswagen вот так следующую карту на прислал дмитрий это довольно таки такая грустная карта здесь показано процент людей живущие на сумму не превышающие 10 долларов в день на российские рубли это порядка 600 наверное там чем-то рублей и тут опять же ничего удивительного нет как мы видим большая часть стран африки индия океане там люди практически выживают около 90 процентов населения проживает на эту сумму австралия россия страны европы америка канада там в районе 20 процентов людей живет на данную сумму а какую зарплату получает ваши родные напишите комментарий мне было бы интересно знать соответствует ли эта карта правде ну еще одна карта дмитрия про самые безопасные страны мира был проведен анализ по количеством убийств покушений да и в целом опасности проживания в стране то есть очень много было взято критериев и было составлено вот такая карта безопасности как мы видим самые безопасные страны венесуэла пакистан йемен колумбия нигерия в эти страны и опасно соваться а наиболее безопасные же страны это финляндия катар объединенные арабские эмираты исландия австралия люксембург новая зеландия сингапур россия в этом списке находится где-то посерединке занимает 126 место хотя знаете в любой стране опасно если вы решите погулять в каком-нибудь неблагополучном райончике правда можно и венесуэле найти место вполне себе безопасное а можно и получить люлей от финнов за лишнюю фразу какую нехорошую на финском скажешь здорово елопуки и получишь по башке следующую карту нам прислал кирилл это такая довольно таки интересная карта на ней расположены самые высокие сооружения в разных странах европы в россии это 540 метров в украине 385 белоруссии 350 следующую карту на прислал дима это карта фамилии на карте европы и не просто фамилии а значение фамилии например белорусь ивану сын ивана переводится как значение имени а украина мельник таки переводится значение мельник россии smirno значение короткий а чешские польские фамилии новак и ново значения как новый человек в италии россии значение как рыжий а португалия сильва лес франция мартин честь бога марса нидерландах популярная фамилия даем обозначается как молодой но долго не будем на этой карте задерживаться давайте посмотрим следующую карту а следующую карту нам прислал мурзик и как раз эта карта загадка попробуйте определить что это за такие вот артерии как будто кровеносной артерии планеты правда обозначенные на карте мира что они означают напишите ваши варианты под видео ну вот как ни печально очередной выпуск про карты мира закончился пишите ваше мнение ваш ответ на карту загадка что это за такая вот паутинка такая на карте мира красная что это за артерии что они означают пишите ваши комментарии соответственно под видео и самый правильный за лайк и на комментарии я закреплю через несколько дней все как обычно и да конечно же не поленись поставить лайк и если ты еще не подписан обязательно подпишись потому что ну как можно смотреть канал bizar world и не подписываться это не хорошо давайте подписывайтесь на канал с вами был макс увидимся в следующем выпуске на канале bizar world пока пока друзья макс